Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если бы я в клинике делал, я бы, конечно, массажировал мышцы и так далее, и так далее Значит, мы начинаем его, конечно, расспрашивать Первый раз у него это все случилось Потому что если была травма очень серьезная Возможно, еще и операция была Значит, мы уже будем работать совсем по-другому Вот, не было? Это последствия работы массажиста равнейших Все, то есть у него как бы со временем Это самое потихонечку Возносилось, да, что называется Не из спины, а перегрузился, и он начал болеть Он сам был массажист, всех тягал И вот, а теперь к нам попал Значит, страшного тогда ничего нет Да, то есть страшный что может быть Смещенный диск, а еще хуже лопнувший диск Если оперировался, значит, там могли срастить позвонки То есть все, что угодно могло быть Они могли быть развертой и так далее То есть, скорее всего, у него просто хондроз там Вот, стерхондроз такой другой Вот, зажат нервы, и он его периодически чувствует Значит, есть несколько методов, экспресс-методов Которые позволяют, ну, просто нам просто заставить организм Сам работать с собой, да То есть не обязательно нам работать Мы просто можем вткнуть несколько точек Чтобы включить организм на то, чтобы он начинал эту вещь Так сказать, в себе прорабатывать Что бы я сначала сделал, или что я вам рекомендую сначала сделать Когда мы его вот так аккуратненько укладываем Было бы здорово, если бы мы что-то могли еще ему под ноги подложить Потому что у него и так спина болит, да И когда ноги вытянуты, то здесь тянутся мышцы еще, так сказать, усугубляем положение Вот, особенно если человек старенький, то у них очень приятно тянутся И поэтому желательно что-то им под ноги подхватывать Вот, после этого мы его потихонечку начинаем шатать Что называется, упалкивать, да Смотреть, как он себя чувствует Потому что боль может быть острая И тогда уже надо будет по-другому Да, очень хорошо Боль может быть острая И тогда нам надо будет уже аккуратно с ним работать Поэтому я как бы его потихонечку проверяю Иногда бывают ситуации, когда человек даже лечь не может Вот он пришел загнутый, да Я тогда его просто-напросто укладываю вот таким образом То есть что-то под коленки ему подкладываю И чтобы он у меня здесь вот на уголочке и лежал, да, что называется И я бы потихонечку уже работал с низом спины Но так как он может лечь, тогда он ему немножко проще Вот, поэтому я его так вот сейчас покачаю, посмотрю Насколько это серьезная проблема То есть в общем-то для меня это диагностика Акцины сухи Вот, но самый главный тест то, что я вам вчера показывал Вот так за пяточки мы его затаяем Таким образом, чтобы все тело у нас телевалось, да? Вот, и я его спрашиваю, больно внизу спины, нет? Нет, совершенно Нет, понимаете Ну, одно дело, он бы верещал, конечно, если бы что-то там было серьезное Но все равно мне нужно убедиться И вот этот тест для меня самое главное Если было бы больно, особенно если бы была острая, я бы даже к нему не приступал Я бы его отправил к доктору Ну, например, снимок бы сделать, посмотреть, что он заходит, да? Так как он говорит ничего страшного, тогда все, тогда я могу за него уже потихонечку браться Каким образом я берусь? Я знаю, что у него здесь проблема, да? Значит, я его потихонечку должен, так сказать, слегка помять Посмотреть, если бы я делал массаж, я бы использовал масло и отминал бы все мышцы, как положено То есть прорабатывал Для чего мне это нужно? Мне нужно, чтобы расслабить, особенно те спазмированные мышцы Когда боль, мышцы зажимаются, спазмируют и не дают возможности к позвонку встать на место То есть, по большому счету, позвонки идут туда, куда их тянут мышцы, да? И если мышцы расслаблены, то, по идее, он даже сам должен выстроиться нормально Так как он и должен быть позвоночник Вот, и самая главная цель нас, как массажистов, это расслабить мышцы То есть, можно даже не работать ни с нервами, ни с чем, но хорошо, расслабить мышцы И тогда все, что оно встанет на место, даже если мы не будем хаживать ему позвоночник Но так как у меня нет возможности с ним долго работать и расслаблять ему все мышцы Тем более, если человек эту проблему давно с собой носит Или он спортсмен, что у него там такое мышечное корсетство, очень сложно пробраться Ну, часа-полтора, может быть, час хорошей проработки, да, мышцы Для всех этих волокон, там, внешний сначала уровень, потом средний уровень Потом уже я до глубокого уровня добираюсь, начинаю работать Не только руками или пальцами, а еще и локтем буду работать, допустим, прорабатывать ему это все Вот, настолько, насколько он мне даст, потому что боль-то все-таки есть, да То есть, я буду аккуратненько смотреть, как только он за собой Даст невозможность с ним работать Ну, вроде бы, он сильно не возмущается, да, поэтому можно его чуть-чуть пошатать, посмотреть Вот, после этого, когда я слегка его размял, когда я его слегка размял Значит, мы пока разбираем вариант, когда не сильно острая боль, да Потому что, если была сильная острая боль, я вам расскажу, как бы я работал в том случае Вот, я теперь хочу проверить его позвонки Посмотреть, как они идут Не важно, что он сказал, что именно здесь у него проблемы, но я, в общем-то, все хочу посмотреть Поэтому я ему буду сейчас их потихонечку вправлять Сделай вдох, выдох, задержи И вот на задержке я потихонечку начинаю вот позвоночник ему вот тут вот вкручивать, да Что называется, дыши, просто дыши Вот, и потяну с двух сторон, буквой А, да Что я сделал? Значит, я шел по остистым отросткам У вас вот есть картиночки с позвоночником, да Там есть остистые отростки у каждого позвонка И я смещаю их относительно друг друга, эти позвонки, надавливая на остистые отростки Допустим, правая рука за верхний берет позвонок, левая за нижний позвонок И так далее, то есть вдоль позвоночника я смещаюсь Не сильно надавливаю, то есть не ударно, а вот положил, чуть-чуть крутану Положил, чуть-чуть крутану, положил, чуть-чуть крутану И так прошел только по выпуклой части спины Вот, по нижней части спины я уже не делал, потому что она и так вовнутой, да Вот, после того, как я прошелся, я его подяну таким образом за лопаточку и за тазовую кость И здесь, тяну именно к себе, потому что у меня усилие сильнее Если я буду так растягивать, у меня слабше будет мышечный корсет, я не смогу так сильно растягивать Теперь в обратную сторону, опять его прошу сделать вдох, выдох, задержать И уже теперь пошел правая рука на верхний позвонок, а левая на нижний позвонок Вот сейчас у него уже ничего не хрустит, все встало на место Это я как бы, все, дыши Выровнял позвонок, выровнял энергетику Ведь то, что здесь у него болит, значит у него заблокированы здесь меридианы, скорее всего, да То есть мышцы спазмируют, боль идет, меридианы заблокированы Потому что если бы они не были заблокированы, организм сам потихоньку за ночь восстановил, там снял бы эту боль, да Вот, после того, как я это сделал, мне сейчас нужно поработать с его больным местом, так Значит, нормально Болит, как правило, точка соединения позвоночного столба с крестцом То есть переход в однокопчик, да Значит, мы знаем, что позвонки у нас выстраиваются И между позвоночными пространствами есть вот такие ямочки, откуда выходят нервы, да Нервы выходят таким образом, наружный нерв это чувствительный, внутренний нерв это моторный И потом они соединяются Значит, я сначала пойду по этим ямочкам и будут чувствительные нервы, естественно, цепляя Вот, потому что они наружные Но, в принципе, это как раз то, что мне нужно Почему? Потому что у него боль Боль это как раз снятие болевых ощущений и почувствительный нерв Если бы он, допустим, не мог двигать на боль Я бы сразу подозревал, что там моторный нерв поврежден, да То есть наружным движением Вот, а у меня пока боль, значит, я работаю именно с болью То есть я, так как у меня большой опыт, я уже могу чувствовать пальцами Воспалены нервы или ткани, да, там, в, так сказать, неважном состоянии Вот, мне нужно поставить пальчик и буквально где-то секунд за 20-30 я начинаю ощущать Что я делаю? Я просто-напросто работаю чекурой То есть вот этим средним пальчиком работают чекурые Через меридиан циркуляции от нашего сердца То есть это меридиан рейки, в общем-то, если так можно его назвать Вот Во-первых, я делаю диагностику, ощущаю, воспален нерв или нет Если я этого не чувствую, то я его спрашиваю Здесь больно? Есть какие-то неприятные ощущения? Чуть-чуть Чуть-чуть, то есть он чего-то там слегка чувствует, а вот у меня палец жжет То есть я знаю, что это вот та проблема, с которой, честно говоря, он пришел, да? Но на всякий случай я еще проверю остальные позвонки тоже То есть я пошел вверх вдоль позвоночника По этим ямочкам перебираю крючком, вот так залазу туда У него достаточно мощный корсет, и это, конечно, далеко Но нас спасает то, что мы работаем на уровне энергии То есть мне достаточно поставить палец и представить, как куда лучше идет И, в принципе, он золото почувствует, либо пуль То есть нельзя это продавливать Вот Каким образом подшалкиваем, слегка продавливаем Если где-то больно, скажешь, хорошо? Так, дошел до ребер, сниз прозвонил, кроме этой точки он мне ничего не сказал Значит, чувствительные нервы только здесь воспалены, ну, по его, так сказать, ощущениям, либо по моим ощущениям Но я на всякий случай еще проверю две дополнительных линии По бугорку мышц, то есть длинные и продольные мышцы стены Бугорок у них есть Я точно так же пройду снизу, уже надавливаю большим пальцем своим Потому что он у меня сильнее Если где-то больно, скажи, хорошо? Было чувствительно здесь? Да Да Чего же молчишь? Ну, ничего Короче, сильнее, ты боишься, что мы записываем, ну, иди Чтоб потом не выглядеть Слабым, да, мужчина? То есть вот у него здесь все-таки чувствительная зона есть Я уже убедился, что действительно это, ну, так сказать, сенситивный чувствительный нерв воспален Но я еще на всякий случай посмотрю место соединения этих двух нервов И место соединения этих двух нервов, оно идет за длинные мышцы То есть бугорок был, а теперь за бугорком И я уже заложу здесь, постараюсь, куда подруге залезть Здесь больно? Да Нет, здесь Чуть-чуть, да? Не острый боль? Тупая Тупая Сюда идет? Да То есть вот нерв как идет, он сюда потом уходит То есть я примерно знаю, как они проходят Но у вас будет картинка перед собой, вы будете представлять Вот уже сделав сейчас диагностику, я знаю, с чем мне точно работать То есть по большому счету, если мне время не позволяет, я только буду работать сейчас только с этой точкой Он пришел ко мне с этой проблемой, я хочу, чтобы он ушел без нее Потому что если я буду дальше его диагностировать, тогда мне просто времени не хватит Ну, какой-то результат мы получим, но не только Он будет здесь Итак, я нашел эту точку, и теперь по большому счету мне нужно ставить туда пальчик И как-чуть в времени стоять и работать Если бы было смещение позвонка, я бы еще поставил сюда вторую руку То есть этой рукой Чукурея, второй рукой с другой стороны позвоночника Чукурея И просто-напросто наполнял бы его энергией Начинаю сюда работать с гудом медицины Потом кто идет? То есть мне может идти к данным воинственным, может идти намджал Намджал, мы знаем, что она как разлета намедана Я просто-напросто работаю, стою минут 5-10 и пытаюсь наполнить это место энергией Уже по каналу вниз пошел? Уже по каналу вниз пошел То есть вот то, что я вам говорил То есть здесь заблокирована была энергетика Даже когда я вот нажал ему, уже в принципе открывается канал Иногда болевые бывают такие ощущения, очень серьезные Боль острая францила и вдруг раз ушло То есть вот этот блок ушел И в принципе я уже могу больше с ним не заниматься То есть я вам потом экспресс-метод покажу Если у вас совсем времени нет Так, давайте, наверное, отключим Всегда начинаем с гудом медицины Потом включаем либо хай-гриво-тройного воинственного, либо ритм-намчал Вот, смотрите сами, какой у вас, какой цвет идет, какой брызг свой идет Вот, я немножко постою на этой точке Потому что я чувствую пальцем, насколько сильно это воспаление Я наполняю это место энергией И, конечно, она идет по меридиам и по нервам вниз по ноге То есть я, в общем-то, как раз и снимаю проблему, что называется, да? Проблема снимается таким образом Я буду, если бы я в клинике работал, я бы минут 20 на этой точке стоял Может быть до полчаса, да? Зато он у меня потом устал и пошел без всяких проблем Что я делаю? Наполняю энергией, я расслабляю место То есть все мышечные тела Я уже как бы прошелся немножко, расслабил по сторонам месту Но по глубинному расслаблению ничего не произошло И вот энергетика позволит сделать это глубину Достичь этого глубинного расслабления И позволит, честно говоря, за счет именно энергии То есть я его качаю уже, так сказать, по инерции, да? Вот, ну что-то, ну чукурей все равно рисуем как бы на месте Не знаю, что привык Вот, ну ему как бы, его упорюкивают Он потихоньку просыпает Да, он уже теплое пятно вокруг Вот, он уже теплое пятно почувствовал Уже боль потихоньку уходит, да? То есть мышцы расслабляются И честно говоря, организм уже сам поставил позвонок на место Раздвинулись позвонки и нерв не зажимается Ведь когда нерв зажимается первый раз От перекоса, от удара, там еще чего-то Неосторожного движения Он вспухает То есть он больше размера, чем размер ему, так сказать, отведенный И поэтому он будет болен Когда мы очень хорошо расслабили позвонки Раздвинулись, ну, его еще немножко прижимает Но не так сильно, чтобы ему, так сказать, долго быть воспалян Там циркуляция уже улучшается и начинает спадать воспаление Но еще работает на уровне анестезии То есть вот наша энергия рынки на больных точках Она работает на уровне анестезии То есть, может быть, за сеанс я ему до конца воспаления не сниму Я ему, грубо говоря, укол анестезии сделаю И он уйдет еще и по этой причине без боли Вечером, возможно, боль вернется, но уже совсем на другом уровне На порядок меньше И там уже организм сам включается Циркуляция улучшается, воспаление снимается И, в общем-то, по большому счету, два-три сеанса было бы лучше сделать Чтобы довести до конца Но если организм достаточно хорошо восстанавливается То одного сеанса вполне достаточно Итак, я чуть-чуть поработал Все, в принципе, для меня это уже достаточно Достаточно, чтобы, ну, подтолкнуть организм, чтобы он дальше сам работал Что я еще дополнительно сделаю из тех методов, которые есть у нас с вами, да? Значит, я его попрошу сделать следующее Сложить пальчики таким образом Мизинцы и большие пальцы А указательные поставить сюда за уши Вот где у нас лицевой нерв выходит Вот этот хроничный нерв Вот Встань на локти Теперь я буду заставлять его мозг Обращать внимание на больное место И на весь позвоночник уже заднем Каким образом мы это делаем? Это из кинезиологии или подиток, так называемый Значит, я его попрошу сделать вдох Тамара не видно Еще раз вдох и задержал Вдох, задержал И вот я надавил на это место Постучал по голове Выдох Задержал, еще раз надавил Не сильно, потому что он болезненный И все, дыши То есть, как бы на больное место Или на это место, где обычно у нас бывает боль Я уже обратил внимание мозгу Чтобы он занимался этим местом От силы надавливания случайно ничего не зависит Главное, что мы здесь придавили И мозгу сказали, посмотри туда Все Но я еще параллельно проработаю со всем позвоночником Потому что раз ушел на меня под рукой, что называется Будет только плакать Сделал вдох Задержал И вот на этот вдох Я быстренько должен проскочить по всему позвоночнику Выдох Задержал Все, дышим Все Можно укладываться назад Мы знаем, у нас еще есть такой метод Как третий синий То есть, я ему еще нарисую сюда Так Он шар Чокуре И растянул Как бы вот Ну, чисто символически растянул эту энергию И когда я руки сюда поставил Я еще из левой руки То есть, вниз по позвоночнику В образе крального воинственного Красного бута Прогоняю Красный как бы шар Такой обмен То есть, я ему еще весь канал центральный прочищаю Ну, буквально так Раз Прошел Два Может быть, три раза В принципе, одного раза хватает Все То есть, эта энергетика у нас, в принципе, с ним открыта Да? Но я на всякий случай еще парочку, так сказать, точек придавлю То есть, я давлю здесь вот точки на плечах Где у нас тоже основные меридианы идут Придавил и представил, как через эти меридианы вплоть до подошвы Проходит энергия красная Потом я работаю с этим нервом Как он называется по-английски? Я его использую с седалищным нервом То есть, под ягодицей я его с двух сторон раз нажал Просто буквально нажал Если он вскрикивает, значит, я потом... С первого стороны я уже чувствую Вот Здесь вот в центре мышцы нажал Под коленкой, чуть выше коленки И чуть ниже коленки То есть, я прошелся по этому седалищному нерву Где идут меридианы Но еще вышел на выход Сюда, на центр подошвы И вот здесь я чуть-чуть еще постою И представлю, как у него все меридианы открываются Красная сеть Прогоняя И, в общем-то, моя задача открыть меридианы Энергетику активизировать Если мне хочется, я еще могу его потянуть Но тяну я таким образом То есть, я беру ногу Так и так вот взял И я не руками его тяну А смотрите, у меня спина прямая Я сам отклоняюсь То есть, как бы на уровне энергетики я его вытягиваю Вот, потому что у него там какой-то перекос, возможно, в таз Вот в костях, да? Раз уж зажал Вадим, не лучше его Вот, и так И второй ногу Все, вот теперь я его, в принципе, могу отпускать Но я ему еще тазовые кости на место поставлю И организм должен сам работать Итак, если он с острыми болями пришел Он может даже толком лечь, да? Все равно какую-то диагностику проводим И определяем, беремся или не беремся Если беремся, что делаем? Можно уложить, значит, укладываем Нельзя уложить Перегибаем его на стол или на пушетку И уже потихонечку начинаем с позвоночником, так сказать Вытягивать, работать по точкам На то, что я делал, да? То есть, по большому счету Можно просто поставить палец на больное место И стоять на нем, ну, полчаса Пока он не встанет и в лице не пойдет После этого, когда он станет выпрямить своего Уложили Сделали вот тот метод, который мы с вами постучали Нарисовали ему символ Продавили эти меридианы Здесь открыли Отправили Все, за пять минут это все, в принципе, можно сделать Смартин и с ним Вот Если позволяет условие То тогда, конечно, занимаемся массажем Работаем уже основательно Есть еще такой метод Я, честно говоря, так эту точку и не вычислил Значит, один мой пациент В Новой Зеландии рассказал следующий случай Он москвич И у него периодически вот схватывает тоже спину Очень легко Раз в три года, допустим И вот однажды его активность схватила, что Нужно было что-то делать Он еле-еле там с помощью мамы Вышел на улицу Поймали такси Ну, частника изборщика Вот они поймали Значит, еле-еле туда затолкали на заднее сиденье И повезли там Ну, туда так мануальчик А таксист попался Парень не проснулся Армянин он был И, видимо, был знаком с этими вещами Он говорит Че с тобой? Он говорит Да вот спину скрутил Он говорит Так сейчас поправим Побалдел Мой знакомый говорит Как это так? Таксист Сейчас мне будет тут в такси поправлять Он говорит Ничего не надо делать Снимай обувь Снял обувь Спросил на какую сторону давит То есть вот у него давит Сейчас на правую сторону Нашел точку здесь на подошве Поработал пять минут с этой точкой Все, человек разогнулся И после этого спокойно поехал Костоправу там Смотрите Я так и не вычислил эту точку Он уже не может описать Вот она, да? Вот, скорее всего, это та же точка Которая открывает основную меридиарму Или чак, вот так скажем Подошву Вот Поэтому можно ее простимулировать Но лучше сразу Вот, например, она с двух сторон То есть это вообще может быть Самое первое, что вы можете сделать При остальных воде Даже не прикасаясь внизу спины Николай, как ли вы определите Потому что мы отсюда не видим Подойдите, посмотрите То есть он вам, конечно, поставит Вот эту болезненность Чувствительность Вот Смотрите продолжение Да, да, да Работайте параллельно Значит, ее очень хорошо Вычислить таким образом Когда вы берете руку Ногу вот в руку сюда, да? Вот И палец как раз на нее и укладывается То есть за подъем Вот Я просто беру за подъем, да? Вот, чтобы она у меня лежала в руке У меня палец раз, я вот сюда Большой Конечно, можно немножко смещать туда-сюда Но как бы она сама Нормально ложится в этот подъем И мы будем это делать Все Пробуйте Вот это делайте самое первое А уже все остальное Вопросы есть? Пока все ясно Сделать по этому вопросу Ну, мы на нем посмотрим Подоблюдаем Да, потом Ее спасибо Свет можно отключить Так, ему может быть тяжело Там